и кришна дальше джорджуне объясняет действуй лишь для моего удовлетворения то есть не думай ты победил или проиграл ты должен думать доволен ли я и мы недавно с вами вот этот панчака и кадыш то этот был пять дней пхимы там все пять дней я читал этот уход пхишмадевы как пхишмадева какая великая личность какая великая личность благодаря шили правопаде мы вообще как хоть как-то соприкоснулись с такими великими личностями что там иисус христос или кто-то вообще пухнут такие великие личности такое сознание такие наставления удивительные и как пешмадева он покидает это тело покидая тело как он смотрит на кришну какова философия пешмадева и как пешмадева занял положение в стане каурал ел непредложенную пищу для чего чтобы сразиться с кришной и он там говорит я пускал стрелы в тебя и ты был прекрасен я видел твой разорванной одежды и кровь сочилась из твоих ран это я тебя убью я в тебя стрельнул это мои стрелы пронзили твое тело я тебя всего изранил и ты был прекрасен каждый раз когда я в тебя стрелял я испытывал чувство экстаза почему пешмадева так потому что кришна был доволен этим кришна хотел чтобы пешма дэва стрелял него кришна хотел что пешма дэва попал в него кришна хотел чтобы он ранил его и пиш модела исполняя желание кришне испытывал великое наслаждение счастье испытывал почему потому что кришна был доволен поэтому в предное служение она никогда не сопряжено с тем в каком мы станем лиге всегда сопряжено с тем удовлетворен ли кришна и кришна говорит арджуне действуй лишь для моего удовлетворения не думай ты кто там что скажет там мама папа деда баба кто там что скажет доволен ли я как узнать доволен ли кришна надо знать довольно ли гуру и кришна говорит кто кто думает что мой слуга на самом деле не мой слуга только тот мой слуга кто слуга моего слуги должны узнать услуги кришне доволен ли кришна доволен ли кришна а кришна говорит я доволен когда доволен мой слуга доволен ли он это важный момент духовной жизни каждый хочет удовлетворить кого-то кто-то ради жены действует кто-то действует ради детей кто-то действует ради общества ради какой-то имиджа ради к того что что про него скажут но не действует ради удовлетворения кришны поэтому духовный учитель произноцинатного с вами произносит этот шикшамрита наставление нектар наставлений говорит она кульяна кришна нуша ланам бакту она кулья то есть единственное желание почему мы так делаем единство наше желание которое побуждает нас какой-то деятельности это желание доставить радость духовным учителем поэтому мы когда распространяем книги что-то ходим на лекции что-то делаем вообще мы сами ничего не испытывают для нас это аскеза это называется вайпхи бакте вайпхи бакте это они что-то они скит оба же на гре они что это то есть неустойчивый все время на разуме держишься все время держишься на тапасе никакого удовлетворения единственная надежда что этим будет доволен гуру единственная надежда что какое-то представитель гуру скажет гуру что я действую таким образом и гуру будет очень доволен но и когда гуру будет доволен но я могу рассчитывать что я могу получить милость кришне с я просадок боговат про сам я могу свакри по шахте получить когда гуру доволен мной лично то посредством параматмы я получаю свакри по шахте гуру хочет чтоб я продвинулся и кришна исполняет желание своего предного когда гуру хочет чтоб я продвинулся кришна говорит от меня исходит память знание забвение кришна ты мой слуга ты хочешь чтобы он продвинулся ты им доволен я даю ему это продвижение я по витрам я очищаю от последствий греховных поступков пусть ничего не боится сорват карман парит яджа пусть избавляется от кармы йоги и гьяны пусть выбрасывает это из головы как это узнать у человека одна лишь цель принести радость гуру удовлетворить гуру как гуру удовлетворен писание говорят чем удовлетворяется гуру мы не можем писать письма там что а вы довольны недовольны мы должны знать точно чем-то чем доволен гуру это не так что мой гуру доволен этим ваш гуру доволен этим ваш курут есть один гуру şöyle clock� угу на чале он указал всем своем очкам чем нужно быть довольными и все они будут довольны именно тем, чем будет доволен Шрилу Праупада. Именно. Распространять славу святого имени, распространять Кришну Кадку в каждом городе и в каждой деревне для удовлетворения Шрилу Праупады. Если Шрилу Праупада будет доволен, то все мы спасены. Так, говорится, распространяется миссия Ачарии. Так распространяется миссия Ачарии. И когда мы выходим, распространяем книги, ездим, проповедуем, рискуем чем-то, нам может быть неохота, мы хотим гулять, угуривать и мошки там, или что-то еще там. Но мы это делаем. Хочется, может быть, на ботинки копить, или квартиру ремонтировать с утра до ночи, или что-то еще там, где-то в огороде копаться, возле мамы сидеть. Но Кришну это не удовлетворяет. Нигде не скажет, если вы сделаете себе очень хорошую квартиру, Кришна будет доволен. Если вы поцелуете сто раз свою дочь, то Кришна вообще в экстаз пойдет. А если вы свою жену еще раз обнимете, и с ней совокупитесь, то вообще Кришна вас одарит прямо в акте Джахахойте. А если вы ребенка такого пузатого родите, ну так вообще Кришна будет в экстазе. И гуру просто приедет к вам, чтобы просто поклониться во многе. Наконец-то вы кого-то родили. Нет, ни в одном писании не сказано об этом. Везде говорится Шраванам, Киртанам, Вишнок, Смаранам, Падасовым, Арчанам, Ванданам, Дасьян, Сакьяна, Атма, Неведанам. 7 процессов и 2 для продвинутых. Для очень продвинутых. Как результат 7, эти 2. Слушать повествование о Кришне, о его деяниях, его философии. Сознание Кришны. Шримад Бхагаватам, Бхагаватгита, Читания Чиритамлита. Нектар преданности Ичи. А Читания Чиритамлита это учение Господа Читания. Бхакти Винон Твакур специально пишет эту книгу. Это как бы верх совершенства. Верх совершенства. Нектар преданности. Бхакти Расамлита Синху. Пхагават говорит, что это книга, которая точно говорит, кто такой Бог и что Он хочет. И каковы взаимоотношения бывают с Богом. И к чему это приводит. Ни в одной религии нет такого описания. Ни в одной религии. Нигде. Сколько бы мы не переброздили каких-то религиозных учений, нигде не расскажут вам, какой Бог, как Он наслаждается со своими преданами, какое положение Вы займете. Нигде не сказано. Какие расы ни в одном. Ни в аудизме, ни в христианстве, ни в мусульманстве. Нигде нету. Ни в каком зарустрянстве, ни в каком. Тем более Махариша Робинде, там пустота. Там нет никаких взаимоотношений. Там есть отношения пустоты. Шунья. Вы медитируете, чтобы не было преступности. Вы медитируете, чтобы экология была хороша. Для чего? Чтобы здесь хорошо устроиться. Когда не будет бандитов, экология будет хорошо, мы здесь живем счастливо со своими женами, детьми, с квартирами, со всеми этими. Так думает живое существо. Поэтому они все культивируют всякую муру, эту интегральную йогу, какую-то совместную, медитацию. Для чего? Для чего? Они хотят здесь стать счастливыми. Они хотят здесь, они хотят левитировать. 1028 летающих йогов были где-то там в Сан-Франциско, в Лос-Анджелесе. 1028 летающих йогов. И что? Как один человек, Трупад рассказывал историю, один человек сидел в пещере и занимался йогой, аштангой йогой. И он так долго медитировал, сто лет смотрел на кончик носа. Вот все время, сто лет. Представляете, сто лет? Вы можете 20 минут на кончик носа смотреть, и вы окосеете уже. Упадете, голова закружит, и упадете. Они там что-то в этих секциях трикушки одевают после работы и смотрят на кончик носа. Посмотрите, 20 минут посмотрите, и вы с ума садёте. И вам будет казаться, что вы окосели по-настоящему. И у вас страх такой, раз вы сразу проверите, нет, не окосел. Опять. И все время будете то с этой стороны видеть нос, то с этой стороны, а вот сам кончик не видать. О, вот сейчас я вижу. Но голова кружится. И он сто лет смотрел на кончик носа. И за сто лет он добился того, что у него появилась одна ситха только. Лакхима ситха. И он такой радостный выскочил, полетел немножко так. Легче воздуха стал. И он такой радостный выскочил, морда красная. И по воде пошёл. Там ганга широкая была, и по воде пошёл он. И люди все собрались. И он там до середины ганги дошёл, и там отплясывал что-то так. Показывал. И они все, вот это да, он святой. И он к ним подошёл. И они все стали у него автограф брать, там деньги ему пожертвовать, кланяться. Ой, какой вы знаменитый, по воде ходите. И всё такое. И мальчик один так на него смотрел. И он мальчика это увидел. Он так на него посмотрел. Не просит автограф, ничего не кланяться. И мальчик его не установил. И его так это задевать стало. Говорит, что ты, мальчик, так смотришь на меня? А он говорит, это же ситхи, да? Он говорит, да, ситхи. Он говорит, так это же стоит. Это дело двух монет. Он говорит, в каком смысле? Он говорит, Ты что, сто лет медитировал? Две монетки только надо. Он говорит, зачем? Две монетки даешь, садишься в лодку и тебя перевозят. Ты сто лет сидел на кончик носа, смотрел, чтобы просто взять две монетки и приплыть через гангу. Зачем ты ходишь по реке? Что это тебе дало? И Йокон задумался, что на самом деле это ничего ему не дало. Ничего абсолютно. Это было дело двух монеток. И надо было сидеть столько медитировать, чтобы просто перебегать по воде. Так порой и живое существо, оно что-то очень сильно добивается. Но это бывает порой дело двух монеток. Каким-то другим образом можно было куда быстрее всего этого достигнуть. Что хочет живое существо? Что оно хочет? Оно хочет наслаждаться. И поэтому говорится, что этот мир, он подобен двум монеткам. Что столько затрачивается усилий, столько усилий, но живое существо получает результат двух монеток. Что не стоило ни таких усилий. Не стоило это ничего такого. Столько переживаний, столько эмоций, столько страданий. И это не стоило даже двух монеток. Даже меньше, чем две монетки это стоило. Все это не имеет, как Парупада объясняет эти стихи, где Кришна говорит, это не имеет никакой ценности. Анартха. Если мы устремляемся к чему-то, что не является сознанием Кришны, это называется анартха. К этому нас устремляет анартха. Анартха грязь в нашем сердце. Каждый может сказать, таково мое сердце, столько анартха. И поэтому говорится, что весь процесс преданного служения в итоге он называется анартха неврити. И все это баджина, крия, все шрадха, воспевань, только для того, чтобы избавиться от этих анартх. И самое страшное анартха, это аппаратхи, оскорбления. И поэтому мы видим, как 10 оскорблений святого имени и 11 оскорблений, невнимательное повторение святого имени. Как избавиться от этого? Потому что все остальное мы можем от остального избавиться самим воспеванием святого имени. Даже с уровня намоаппаратхи мы можем избавиться от всех видов аппарат. Даже намоаппаратха нас избавляет от анартха, но избавиться от аппарат от оскорблений очень сложно. Очень сложно. Особенно от вайшнавоаппаратха, от оскорблений преданных. Практически почти невозможно. Почти невозможно. Только, говорится, человек может избавиться от оскорбления преданного, если его преданный тот прощает. Все, больше никто не может избавиться. И, говорится, иногда преданный не прощает. и тогда человеку очень плохо живет очень плохо живет вкус духовной жизни у него исчезает потому что его предный которого наскорбил не прощает и тогда вкус духовной жизни ослабевает и тогда мирские все желания они начинают сознание заволакивать если кто-то опытные уже в духовной жизни кто может быть кому-то даже попал как это нечаянно кто-то совершил какие-то оскорбления они опытные они знают как это происходит что если вас не простили ваши материальные желания начинают расти начинаете думать о деньгах отдалами а тома всем и благополучие близких начинаете думать о своем бы вы начинаете заботиться о своих телесных зла и вы повторяете мантру но вы уже не преследуете она кулина кришна на ушел аромбакте у вас не интересует предность вонять не интересует кришна вы становитесь ритуалистом вы просто религию мирскую религиозность начинаете культивы это результат того что в оскорбление нанесли и вас не простили как результат этого постепенно приходит впечатление что я в этой жизни них ничего не достигнуть все зачем столько я пьюсь можно и поменьше кругов повторять ничего страшного то можно и не приходить так часто в храм можно и не не читать каждый начинаете сбавляет сбавлять и у вас полное убеждение что это даже не просто как бы что это благоприятно что это зачем фанатеть у вас появляется в уме мысль я что фанатик что ли зачем фанатеть ну немножко мясо немножко вина немножко женщин немножечко зачем что в чем проблема то ничего такого страшного убил вангала тхакур он вообще на уровне права просто с праздниками все время что такого начинаете так себе говорить что такого вы начинаете оправдывать писаниями с каждой свой свое с каждой свое отклонение и так говорится саду нинда ведет шастра нинде шастра нинде и постепенно вы обижаться начинаете на гуру начинаете думать что гуру не квалифицирован что он мало внимания уделяет он так далеко нужно было вот такие слова мне а он вот такие слова сказал да ему все равно он даже моего имени не помнит да ему плевать я умру или живой начинаете так было это называется что вы подходите уже гуру нинде то есть к оскорблении духовного учителя начинаете думать что связь между учеником и гуру материально сентиментально что он должен вам письмо написать сердце еще нарисовать пробитой стрелой и и помадой так нарисовать губы и вам фотографии должен прислать расписаться вам на трусах или татуировку на спине сделать я здесь был оси и кися и так человека начинает приходить оскорбительное настроение что гуру недостаточно внимательен гуру так у и гуру сразу начинает снижаться в сознании такого человека до уровня мирской личности да он только наверное со спонсорами только все он только со спонсорами и села в риндаун спонсоры в риндаун спон а что время он строится большой дом понятно так думает человек который совершил оскорбление и его не простили постепенно он начинает скатываться он начинает беспокоиться очень сильно мирских приобретениях очень сильно беспокоиться все его ум уже не преследует никакой низ какого сознания кришна он уже уверен на сто процентов что в этой жизни ему никуда не вернуться такой человек в этой жизни сто процентов убеждается что он не продвинется даже до уровня анартха неврите что все это фанатизм что процесс преданного служения не доступен для обычных людей что только какие-то очень необычные личности могут это делать и как результат этого он еще сильнее начинает критиковать такие мысли приходят в ум человека который совершает оскорбление наносит ващна в аппарат и как результат этого у него сомнения 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 и он потом говорит а я вообще-то не сомневаюсь я верю в кришну но я не смогу продвинуться и он потом начинает думать и эти дураки чего они все пыльки они еще просто не продвинуты они еще не поняли что никто в этой жизни ничего не достигли и он начинает потихоньку даже не замечая для себя такую философию распространять и такое да я тоже был тоже книжки ходил распространять и чё ты видела как со мной поступили как со мной че случилось ни одна падла не пришла в больницу ножку мне не поцарапала который в гипсе лежала там не что а вот и кто позаботится и денег не пенсии в искон ничего нет вообще не пенсии не бульте не даже никакой пойдешь с умой с умой за на плечах к байкалу а девчонки девки снабжали махоркой вот что будет и такие мысли начинают посещать и это все очень хорошо объяснено писаниями что человек начинает думать что начинает думать когда он совершает эти оскорбления как он начинает мыслить думать здесь все враги этот мне хочет зла этот хочет мне зла а этот не завидует все время завидует день и ночь мне завидует всему зовет новые носки один он уже так смотрел я видел он завидует что у него скин надо ему отдать носки наверное он завидует мы начинаем наделять преданных такими-то качествами которые которых у них нет начинаем в их взгляде видеть что-то подозрительное в их словах что-то такое странное все время пизде какое-то что это результат оскорбление это более-менее вкратце вам рассказал что такое оскорблять оскорблять святое имя и постепенно человек скатывается сначала мирская религиозность потом ниже 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 все и вера в то что он в этой жизни или кто-то в этой жизни может продвинуться у него исчезает полностью исчезает он не верит я помню как харикеши бывший харикеши махараджи он в конце концов написал никто не ушел кришне на самом деле все врали пропаду врал все они врут потому что вернуться кришне могут только исключительные личности и это общество это общество обмана а просто эксплуатирует людей для того чтобы кто-то может быть один вернулся вот так что это типичный пример о котором описывающие вы все на круче кровати сомнения съедают и человек прекращает верить он стал говорить да кто никто не вернулся кришне никто потому что чтобы вернуться кришне нужно такие высоты такие рубежи никому не доступно преданное служение это означает восприятие преданное служение как механический процесс чтобы этот процесс механический то есть нету в нем чего до милости анукулия бхакти нету в нем нету сострадания преданного который просто вас с этого уровня забираю на большую и поэтому гуру пуджа поется что духовный учитель вкладывает в наше сердце трансцендентальное знание что гуру может нас с любого уровня возвести если мы шатха отдаем ему сердце какие мы были у нас куча недостатка все но сам процесс отдавания себя вот как он атма неведанным это как шатка как 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 бы кульминация шатхи отдает полностью себя со всеми недостатками он полностью вручает себя духовному учителю говорит пусть я исполни недостатков займите меня пожалуйста мантра суть этой мантры займи меня то вот такого какой есть и займи меня так искусно чтобы все это использовалось это называется юкта вайраги все вовлечь служение кришне все и пхишма девы все 12 махаджан говорят надо свою похоть вовлечь сознание кришны надо занять свой похоть свое вожделение в сознании кришна занять все можно пропады говорит единственное что сложно занять что зависть очень сложно занять зависть очень сложно занять зависть а поскольку говорится что весь этот мир зависти поэтому так сложно занимать только из одного качества сложно занять человек из-за зависти мы думать вот он курит вот он пьет он там бабник он там тупой у него памяти нет, он санскрит не знает, он вставать не может. Мы думаем, это препятствие. Нет! Любого можно занять. Потому что все качества можно вовлечь. Искусно вовлечь. Единственная проблема, почему нас так тяжело занять, это количество зависти. Сильно завистливого человека. Даже при всех выдающихся его качествах невозможно занять. Мало завистливый. Даже если он очень такой простой, некультурный такой, очень легко занять. Чем меньше зависти, тем доступнее предное служение. Тем легче духовному учителю нас вовлекать. Чем больше зависти, тем сложнее. Таким образом, предный постепенно, слушая от других квалифицированных личностей, он начинает понимать, что проблема, занять-то невозможно зависть. Завистливые и злонравные, он говорит. Кришна объясняет. Завистливые и злонравные они начинают, они приобретают слишком сильную привязанность к чувственным наслаждениям. И начинают завидовать верховной личности Бога, пребывающей в собственном сердце и в сердцах других живых существ. И начинают богохульствовать по поводу истинной религии. Богохульствовать по поводу истинной религии. Они начинают говорить, что этот процесс невозможен, он недоступен для каждого. Здесь только такие, вот только таким местом, здесь только продвинутые могут. А я, кто я такой? Я демон. Я как могу продвинуться? Я демоничен. Все могут продвинуться. Единственное, чем демон отличается, не своей падшестью, единственное, в чем выражается, он зловистливый. Завистливый и злонравный. Завистливость приобретает форму злонравия. Все. И Кришна говорит, завистливых и злонравных, низших среди людей. И они свергают в самые отвратительные формы. И отправляют в такие районы, что они даже не могут приблизиться ко мне. В какие районы? Где нет преданных. Потому что приблизиться к Кришне можно только через преданного. Таким образом, они посылаются в те районы, где нет преданных. Богом забытый. Как означает Богом забытый? Там нету преданного. Никто не рассказывает о Кришне. Нету ни одного человека, который поклоняется Кришне. И Кришна говорит, завистливых и злонравных, низших среди людей. В чем же низость? Зависти. А мы думаем, о, курю, курю, я такой низкий. Вот, я там что-то сделал, я такой низкий. Все это исправимо. Все это вытаскиваем. Все это излечимо. Зависть. Как Прупада рассказывал, одна, помните, женщина была. И у ней служанка заболела. И пришел доктор. И так крутился возле этой служанки. И все внимание возле служанки. А она-то как бы хозяйка. Она думает, ничего себе, доктор пришел, столько внимания служанки. Такой молодой, красивый. А мне никакого внимания. И она так рассердилась. Она сказала, что там с ней, что вы возле у нее крутитесь. А ко мне никакого нет. Он говорит, да как же, она больная. У нее температура 40. Она говорит, ну-ка дайте градусник. Раз поставил, если не встал. Раз. И у нее там 36,6. И она, ай, градусник сломала. Она говорит, почему у моей служанки 40, а у меня, у ее госпожи всего 36,6. И она стала так кричать, так ругать доктора и эту служанку. И она закричала, ты уволана, сволочь. Как ты могла? Почему у тебя 40? Ты как могла меня в чем-то привязать? А у меня всего 36,6. Она так отупела. Ну что такое зависть? Она же с ума сошла. Она же не понимала, что это плохо. Что в ней так хорошо все. Вот что такое завистью. Я не понимаю. Ари Кришна. Изадите, я Вишну, и светил я лучезарное солнце. Измарутов я Маричи, и среди звезд я Луна. Пожалуйста, есть какие-нибудь вопросы? Есть вопросы? Это бред, да? Мои лекции, ты где? Не цитируй мои лекции. Я сумасшедший, что-то там взгляпнул, но не то. спекулятивное мышление, спекулятивные качества. Что я сказал-то? Спекулятивное мышление, спекулятивные качества? Да. Что такое пророчество? Это я, наверное, не выспался или объелся. Такой ляпнул. Спекулятивные качества. Спекуляция, это английское слово, размышлять, значит. Спекулировать, значит, размышлять. Размышлять. Все. Что я могу тебе ответить? Это только у русских, спекулировать, значит, обманывать. И спекулянт, это обманщик. Но спекулировать, это по-английски означает, а? Да, размышлять. Размышлять. То есть, как бы, размышлять, не точное знание, это означает спекуляция. То есть, вы как бы размышляете. Иногда попадаете, иногда мимо. Но спекулятивные качества очень сложно понять. То есть, иногда это качество, иногда нет. Я, может быть, в порыве радости что-то такое ляпнул. Может, мне что-то дали поесть. Или ты так не расслышала. Хотя я не удивлюсь, если что-нибудь такое шарахнет. Спекулятивные волосы. Спекулятивные ноги. Еще есть вопросы? Нет, нет, нет. Тут Маричи, тот демон. Нет, это мудрецы. Есть мудрецы. Это мудрецы. Они управляют метрами, направлением ветров. Очищают. И среди мудрецов, это вот Маричи. Он как бы главный. Я вам представляю. Кришна иногда говорит среди полубогов Яиндра. То есть, царь небес. То есть, самый такой яркий, самый главный лист. Яиндра, он считается проявлением даже Кришны. Частичное проявление Кришны. Полубоги, они являются частичным проявлением Кришны. В тот момент, когда они полубоги. Ну, когда они учатся. Так же, как вот в нашей президент, он является частичным проявлением воли духовного учителя. Пока он президент, не в смысле должность, а пока он следует этому настроению, следует ответственности, старается, он на самом деле из него исходит. Он представляет духовного учителя, всех духовных учителей. Но как только он отклоняться начинает от чего-то, он уже, чем сильнее отклонение, тем меньше через него проходит. Меньше, 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 меньше. И Маричи вот среди мудрецов, он как бы Кришна, он самый такой ответственный, самый серьезный мудрец. Это не тот Маричи, который там пил вино, ел мясо и отражал Кришну. Есть очень много разных тонкостей, деталей, они описываются в ведической литературе. Есть разные уровни преданности, разные милости. Бывает, что кто-то может быть наделен милостью по определенным причинам. Это зависит от Шрадхи. То есть человек даже может не в состоянии следовать чему-то очень строго и быть одаренным милостью. называется Крипа-ситха. Есть нитя-ситхи, есть садана-ситхи, есть Крипа-ситхи. И Крипа, шва Крипа-шакти, это есть беспричинная милость. И иногда преданный делает какое-то усилие, может быть оно меньше, чем у всех других, но для его осквернения это самое суровое тапасе. И Кришна замечает его, а других нет. Это как в истории Господа Рамачандры. Там когда мост устроили, полубоги, хануман, там все они рвали глыбы такие. был маленький паучок. И он взял маленькую песчинку и тащил ее день и ночь к этому океану, толкал ее. И песчинка она была верхом его физических сил. Он выбрал такую песчинку чтобы для бога толкать. В жизни более тяжелого он ничего не делал. И он толкал эту песчинку. Маленький паучок. И когда мост уже был построен, армия пошла, некоторые перебрались, он ее докатил. И туда ну куда она упала, эта песчинка на берег волна. И он с чувством исполнен все равно, что как это послужит. И господь Рамачандра его заметил. И стал его прославлять. И он не стал прославлять ни одного полубога. Он стал прославлять этого паучка. Полубоги они соревновались друг с другом. Кто больше схватит, кто больше кинет. Ну как в Санкирте. 120 том гася. 300 том гася. Да я 4 дуа. Но паучок не соревновался ни с кем. исполнил сведок. Он просто хотел послужить Господом Рамачандре. А ну Кульена. Единственная цель была. Он думал может быть Господь даже может быть хоть что-то я должен сделать. И он это делал. Так и в предном служении. Иногда какой-то предный такой. Казалось бы не может быть много и ничего не может но он так обусловлен так осквернен как паук этот. И он что-то такое маленькое может быть делает но для него это столько усилен никогда в жизни ни для кого столько не делал. Но по сравнению с нами он может быть вообще никто и ненужное то что он делает. И он может толкать это. И Кришна может его заметить. И дать ему милость. Очень много историй. Рамануджи Ачарья Насколько человек способен что-то сделать такое чего он никогда в жизни бы ни для кого не сделал. Но по сравнению с другими может быть это вообще ничего большого не играет. И Кришна проливает милость. Как вот этот Тханур Дас который не мог следовать многим строго правилам. И Рамануджа всегда ему давал свою черенамриту. Давал остатки пищи. Все время его обнимал. все время когда что-то ему надо было он дханур дист а он был грехасхед еще женатый на проститутке. Которые все знали что она проститутка. все над ним смеялись. И он был очень горячим человеком. Не умел сдерживать свой темперамент. И они все были сбиты с толку. Почему вы даете милость этому человеку? Что такое? Вы наверное спасаете потому что он самый греховный. А Романуджи сказал нет. Он дорог мне. Они сразу там бхагавадгит устали счастье не счастье в радости и горе тот кто спокойный никого не беспокоит чистый кристально аскетичный не причиняет предан. Ну это не тханов не похоже. Кришне говорит такой предный дорог мне. Они ничего не могут понять. Почему же он дорог? И тогда он младших учеников собрал знаете эту историю? Оторвите каупины по куску каупинов в этих санаяси и брахманов великих которые писания бхактишастры бхактишлоки оторвите пол дома у них стырки и посмотрим как они запоют пол булки пол маккартни говорит а у этого украдите все драгоценности и что произошло? Как Тханур стал ругать свою жену которую любил безумно ты такая ты специальная ты жадная ты довела наших братьев боги что они воруют ты их довела это ты виновата что они воруют ты как не додумалась я то все время работаю я то что буду думать ты должна была видеть что им что не хватает давно было все снять им отдать уничтожное ты вообще никто уходи вообще вон отсюда все надо отдать они собрали все эти драгоценности принесли и очень смиренно кротко он сказал возьмите пожалуйста это для моих братьев и Романуджа он такой довольный сидел и на них так смотрел а они так все а эти там ругали ты мои купины оторвал ты ты это ты я знаю кто мои гамчи вытерься кто мою кассету взяла здесь положил книжку взяла чай тебе булку эту купил для тебя кто украл Глабжамуд вчера ночью и они ругались они ругались адханур он готов жизнь отдать немедленно жизнь готов был отдать как за них так и за волю духовную учиться из-за своих братьев готов он никогда никогда не критиковал он всегда их считал всех святыми особенно волю гуру но сам многому не мог следовать и романуджи видел в нем это и считал что это качество куда выше чем даже многие их качества поэтому разные есть люди побед и м добавит бы демоном был только одни демонические поступки совершал с утра вставал и начинал демонические поступки совершать до обеда демонические поступки совершает поел и опять демонические поступки совершает и до отбоя совершал потом спать во сне думает как бы совершить еще демонические поступки утром только просыпать и сразу демонические поступки и снискал милость кришны еще стал олицетворением атма неведанным полное предание себя кришне в ритро сура был демоном царем демона который медитировал как отправиться на вайкунт вот демон какой мы думаем как нажираться джаганат стырить у этого джонарданы чтобы маринка не видела стырить и и свалить все на светку помазать ей губы когда она спит и значит на съем а он думал как вернуться на вайкунт выду как выйти замуж как-то работать а он думал как вернуться на вайкунт брита асура асура и когда такой человек даже если он демон но он медитирует на кришну он думает как же удовлетворить кришну я такой демон на как-нибудь хочу и он стремится это делать кришна слышит это и начинает проливать на него он начинает помогать ему удовлетворить себя что мы ничего сами не сделать не можем это кришна нам помогает чтобы мы его удовлетворили тогда желание такое усиливать поэтому культивировать желание удовлетворить кришну это и есть процесс бхакти-йоги развивать желание достигнуть кришны достигнуть его милости это есть процесс бхакти-йоги развивать желание удовлетворить кришну достигнута день и значит к нему вернуться это значит удовлетворить его они просто там удовлетвориться сам я получил инициацию я теперь тоже не хуже аналды тиртхи нет это не мотив глупость вот теперь я закончил курс но это тоже ну и что что у вас курс если хаям шокам варджи даха если вы прочитали писание изучили его и ваши страхи и скорбь ваши сомнения не устранены и вы не преисполнились глубокого желания удовлетворять кришну что-то делать для кришны рисковать для кришна отдать еще больше свое сердце бесполезно выкиньте все эти бумажки порвите вы бросите бесполезно время потратили просто потратили напрасно время мозги гимнастика мозгом было просто просто вы хотели кому-то что-то доказать себе и окружающим почет какой-то завивать или какие-то свои собственные иллюзии подпитать но если это дало вам что вы получили часть отречения теперь вы все увлекаете в сознание кришна у вас сильное стремление распространять славу господа в каждом городе деревне независимо что вы поедите что там с вами произойдет вы постоянно медитирует как это сделать как это сделать как обрадовать еще раз чем кришна вам просто предоставляет это все уже едете в поезде или почему потому что кришна устроила потому что вы хотели его удовлетворить и он устроил вы хотели не спать не есть только думали как петь киртан там не знают люди о кришне и кришна вам устроить какие-то деньги это кто-то вам дает и вы поехали что вы хотите его удовлетворить его очень это удовлетворяет кришна говорит тот кто передает эту науку моим преданным не для меня дороже такого преданного никогда не будет предное есть везде руку господин описывает каждый является преданным кришна изначально но просто по мере того что он слишком сильно обусловился он ведет себя как демон он обусловлен поэтому ведет себя как демон но он изначально является чистым преданным кришна он является преданным кришной надо просто его очистить и надо как-то умудриться его вовлечь как-то его перехитрить там как-то ему сказать но перенести эту коробку вон туда там бутылки с водкой а там бага вангит и попрет какой-то как руба господин описывает неосознанное служение чтобы он хотя бы сделать чтобы ничего не соображал даже чтобы для кришни просто неосознанное преданное служение потому что вы неплохой мужик вы ему ничего понравились и он для вас потому что вы неплохой мужик перенес там пару коробок и думал же там водка и какой-то мешок с мясом перетащил там четки вы сказали мешок с воблой агьято сукрити он совершает неосознанное служение для ващнава или для кришны даже не сознавая с этого начинается путь его очищения сразу кришна очищает что появилось желание что-то сделать для его преданного пусть он даже не знал кто это преданный непредный бакте не бакте даже если он просто что-то берет и ест ему грите ну съешь съешь давай вот эту булку хлеба черный заразу без воды раз съедает все вы довольны кришна доволен хлеб предложенный по всем стандартам пачара тархипы это трансцендентный процесс вкушение просада вы его уже вовлекли это часть преданного служения вкушать просад это сева вкушать просад это служение кришне йога приема пищи называется йога вы уже йогой йогом его сделали жрецом просада уже жрец так что процесс очень удивительно все шлюгрупада уже спать хочет еще вопрос какие-то а когда вы не хотите тогда и кришна ничего не устраивает он вам устраивает одни препятствия что вы хотите что были препятствия ой я сегодня не смогла у меня фурунку на одном месте что вы думали ну как же не пойти раз фурунку вот хорошо вот почему не пойду я же фурунку плохо что-то он выскочил но когда вы хотите ничего вас не затронет никакие никакие никакая скверно говорит кришна не коснется вас то есть ваше сознание не не осквернится ничем как лотос который в воде и никак и всегда сухой так и преданный он может быть всегда в каких-то проблемах и я не его не затрагивают что-то там происходит в у него семье чудо танцы мо здоровьем происходит не чешет и задачи он нагрузка медитирует как доставить радость кришна господь читане хотел чтобы каждый каждый в каждом городе в каждой деревне люди начали воспевать 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 чтобы здесь слышалось кришна-кадха что везде бхагавад-гита звучала и шримаг бхагаата вот почему мы выходим не потому что нам нравится это нравится кришне нравитсяш machine правупаде нравится нашему духовному учителю мы слуги почему мы должны делать то что нам нравится и делаем то, что нравится нашему господину. А сидим дома и там что-то такое делаем, что в общем-то гуру как бы это мало касается. Но мы там такое сделали, новую скатерть купили, новая машина у нас, новые подтяжки. Это не интересует. Гуру интересует, сколько ты книг распространяешь, сколько людей стали воспевать святое имя благодаря твоей проповеди, сколько людей пришло еще к стопам шлювы по упали. Это только интерес. Все остальное оно не имеет никакой ценности. Но нам кажется, что это так важно. Так важно. Гуру, мы теперь работаем. Что ты говоришь? В поте лица работаем за пучок салона. Мы осел. Я закончил еще один институт, гуру. Ну и что? И что? Ты теперь еще большим дурагом стал? Ну и все. Если мы не можем это занять в сознании Кришны и что-то такое пыхтим там над этим, какой смысл это? Зачем все это нужно? Поэтому Кришна сказал, что из предписаний шастер нужно понять, что является нашим долгом и что таковым не является. И преданные из-за того, что они не обучаются философии, не постигают, не читают книги, не изучают, не задают вопросы, они через некоторое время начинают ощущать сильную пустоту в образовании. И поскольку им кажется, что никто здесь ничего не образовывает, они думают, может он столь поступит, что он в университет. Это не браманы, они не склонны обучаться. Потому что браман склонен обучаться. Это же учебники. Сиди да обучайся, испугав лезет. Всякий компьютер весь забит этими схемами, как обучаться, как изучать. Все есть. Сиди да изучай философию. Без философского понимания никто не сможет подолго держаться. Вам придется скатиться на уровне. Вот и все. Поэтому, говорится, человек с уровня кармы, он не может различать преданным, где преданное, где кармическое лезвие. Ну, карми, кажется, преданным, потому что они очень строго ритуалом следуют. Ой, какой он продвинутый, он так строго следует. Потому что этот человек не колесится. Из-за детей я вишню. Исцветил я лучезарное солнце. Из марутов я маричи. И среди звезд я луна. Из-за детей я вишню. Исцветил я лучезарное солнце. Из марутов я маричи. И среди звезд я луна. Комментарии вы, божественной милости, ищущей Мадачи Бхатсу Данкой, Суэм Пропады. Существует 12 одитий, главным из которых является Кришна. Солнце, главное из всех светил, сияющих в небе. И в Брахма-Самхите оно называется сияющим глазом Всевышнего Господа. Существует 50 разновидностей ветров, дующих в небесах. И среди них главное божество, маричи представляет Кришну. Луна наиболее выделяется ночью среди всех звезд, и поэтому она представляет Кришну. Из этого стиха можно понять, что луна является одной из звезд, то есть звезды, мерцающие в небе, также отражают свет солнца. Теория о том, что во Вселенной есть много солнц, не принимается в ведической литературе. Солнце одно, а луна и звезды светят, как отражение солнца. Поскольку Бхагавадгита указывает здесь, что луна есть одна из звезд, мерцающие звезды также не являются солнцами, но подобны в луне. Из Адити я вишну, и светил я лучезарное солнце, из марутов я маричи, и среди звезд я луна. Омагьянти мирандасья, гьянанджена, шалкая, чакшуромритам йена, тайсмарь шри гураве на маха. Шри чейтанья манудистахам, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И так Кришна поясняет Арджуне одну очень важную деталь Он говорит, что все миры, как духовные, так и материальные, сотворены лишь искрой Его великолепия И после этого Кришна начинает пояснять, как понять, что значит великолепие Кришны Чтобы не было выделяющегося, выдающегося Все это представляет Кришну И Кришна говорит, что даже талант в человеке То есть, если в человеке даже есть какое-то качество, очень яркое качество То это качество полностью отражает Кришну Что значит полностью отражает? То есть это качество является лишь каким-то отблеском Как здесь Пропада объясняет, что ночью Луна светится ярче всех звезд Но она лишь является звездой И понятие в ведической литературе джиотиша означает отражение света Что такое джиотиша? Брама джиоти Брама, отражение Брахмана И самой первой планетой, которая отражает идеально Или поглощает идеально сияние Брахмана является Солнце Но мы видим, что Солнце такая яркая планета Что она делает день во Вселенной Солнце делает день И как только Солнце по своей Самвоцаре проходит другие этапы Как те места, где оно, откуда оно уходит Там наступает ночь И когда наступает ночь То отражением Солнца является Луна Итак, первая планета, он говорит Из всех планет я Солнце А из всех звезд я Луна Итак, Прупада здесь подчеркивает Что Луна является звездой И что Солнце одно И ведическая литература полностью отвергает эту концепцию Что существует очень много звезд Просто существует очень много отражателей Солнца Итак, Брама джиоти Это сияние Брахмана И все, что мы видим великолепного здесь Также талант Это лишь отражение искры великолепия Кришны Талант в человеке Он говорит, из одной искры моего великолепия Рождаются все эти духовные и материальные миры Одна искра Кришны Одна капля в океане великолепия Кришны Итак, мы потрясены сиянием Солнца Потрясены светом Луны Мы видим талантливых людей Видим какие-то необычайные события Видим какие-то, допустим, он говорит Из рыб я акула Очень такая удивительная рыба Очень мощная рыба Также Кришна объясняет Что из всех видов мошенничеств Я азартная игра Итак, все это является отражением Кришны И что же отражает От Кришны, вернее Что же отражается от Кришны Его великолепие Мы видим, как люди восхищаются Каким-то Шулером Очень сильно восхищаются Во многих классических произведениях Описываются разные мошенники И люди восхищаются Даже мы возьмем Такие произведения, как Тартюф Мошенник Очень много есть произведений, допустим У Достоевского есть идиот Он же был мошенником Есть очень много мошенников И люди восхищаются мошенничеством Как здорово кто-то кого-то провел Как здорово он обвел кого-то вокруг пальца Это также является отражением Кришны Его азарта Его азарта Итак, в этом мире Все, чтобы не было каким-то ярким, выдающимся Представляет Кришну Даже Кришна говорит Из всех видов беззакония Я наказание Что даже наказание За беззаконие Это есть отражение Кришны Наказание само Это отражение Кришны Таким образом Когда мы от чего-то отклоняемся И приходят какие-то реакции Это отражение света Кришны Его великолепия Что такое беззаконие Это значит Адхарма или Викарма Когда мы совершаем какой-то проступок Который запрещен Есть запрещенные действия И Кришна объясняет Арджуне Надо понять, что есть запрещенные действия И что есть действия Что есть бездействия Итак Когда мы совершаем какой-то проступок И приходит реакция По закону кармы То эта реакция представляет Кришну Поэтому Кришна говорит Из всех видов беззакония Я наказание Таким образом Казалось бы Наказание никто не любит Но Это Кришна И поэтому Наказание мы с вами обсуждали Как-то Что любой вид наказания Или то, что мы называем страданием Являет собой Удивительную природу Природу великолепия Наказание великолепно Очень сложно это воспринять Но наказание великолепно Потому что наказание несет за собой Очищение или исправление Очищение или исправление И здесь говорится, что есть ветра 50 видов 50 разновидностей ветров И Маричи Один из мудрецов Он представляет Самый главный ветер И это Кришна Он говорит Из всех мудрецов Я Маричи Эти 50 ветров Говорится Из всех видов очищения Кришна говорит Я кто? Ветер Из всех видов очищения Ветер Таким образом Наказание за беззаконие Также является очищением И поскольку Кришна Его называют Нирмалан Или Павитран То есть чистейший Он очищает Существование живых существ От чего? Он очищает их От обусловленного сознания Он очищает их От их ложных заблуждений И по причине Этих ложных заблуждений Человек Постоянно вертится В круговороте Рождения и смерти Постоянно вертится В круговороте Рождения и смерти Итак Кришна Объясняет Своё великолепие В чём же великолепие Кришны? В том что Он абсолют Поэтому называется Великолепие абсолюта Что это великолепие абсолютно Никто не может сравниться С этим Никто Итак Очень часто мы слышим Эту концепцию Когда человек говорит Кришна так устроил Что очень плохо Кришна устроил Что я вот Пал Кришна устроил Что я отклонился Но Кришна нигде не говорит Что я есть отклонение Я есть падение Кришна говорит о великолепии Он наоборот говорит О том что Он есть все самые лучшие стороны И есть отклонения Всевозможные И Кришна ни в одном из диалогов Ни разу не сказал Что я есть отклонение какое-то Кришна нигде об этом не говорил Но люди склонны Говорить Кришна так устроил Что я упал Кришна так устроил Что у меня вожделение Кришна так устроил Что я грешный Кришна так устроил Что у меня проблемы На самом деле это неправильно И Кришна говорит Что великолепие не в этом Что я проявляюсь Как какое-то отклонение Великолепие в том Что я проявляюсь как высшие какие-то качества возвышенные вещи возвышенный и один из эпитетов слова вишну это возвышенный всевышний то есть я проявляюсь как высшие качества я не проявляюсь как низшие качества я проявляюсь как высшие качества и кришна для этого объясняет арджуне божественные демонические натуры когда он говорит о божественных натурах он говорит это лишь отражение также моего великолепия моих качеств и демонические это те кто не может отразить свет кришне то есть уже ничего не отражает как черные дыры они не отражают свет и есть звезды которые каждая звезда в разной степени отражает великолепие солнца и солнце отражает великолепие брамаджоки то есть брахмана сияние тела кришны трансцендентного тела кришны и так солнце является самой главной планетой во вселенной и практически благодаря солнцу все живое все живое говорится если солнце гаснет то все погибает что погибает погибают все формы души сохраняются но все формы уничтожаются материальный мир может существовать только благодаря наличию солнца и поэтому здесь говорится что солнце является глазом кришны глазом кришны и в сиримат бхагава написано два глаза кришна один солнце и 1 луна правый глаз солнца и левый глаз луна ослепительное сияние и левый глаз отражает сияние правого глаза и итак шрилович ванатка чакраварти тхакур описывает в своем адхуре кадамбине волны нектара он описывает удивительные моменты о шрадхе о вере и он говорит там что слово шрад переводится как сердце а хата это означает отдавать и шрадхата означает что тот кто может отдать свое сердце кому кришне и шрадха говорится недостаток веры или как мы говорим слова шрадха это вера но дословный перевод слова шрадха это отдавать свое сердце тот кто может отдать свое сердце в какой степени вы можете отдать свое сердце в В такой степени Кришна принимает ваше сердце. И говорится, что слово Шрадха относится именно к Кришне. Способность отдать свое сердце. Почему мы говорим отдать свое сердце? Это значит полностью отдать свою жизнь, свой жизненный воздух и сознание. Кому? Источнику этого сознания, источнику этого жизненного воздуха. Итак, причина, по которой живые существа постоянно находятся в круговороте рождения и смерти, является то, что живые существа заняты материальной деятельностью. То есть обусловлены. Чем же они обусловлены? Они обусловлены тремя желаниями. Их религия всегда находится в трех вариантах. Карма, йога и гена. Карма, они хотят все взять от Бога, поэтому следуют ритуалам, для того, чтобы стать счастливыми в материальном мире. Йога, они хотят мистических совершенств. И гена, они хотят слиться с Богом. Освобождение достигнуть. И все эти три пути вынуждают живое существо возвращаться в круговорот рождения и смерти. Все эти три вещи, карма, йога и гена, вынуждают живое существо крутиться в самсара-чакре, в колесе круговорота рождения и смерти. Постоянно, вечной, говорится, ниттия-бантву, вечно обусловленные живые существа, что даже никто не может упомнить день и час, когда живое существо начало путь к круговороту рождения и смерти. И самсара-чакра, так же, как называют ее, кала-чакра, время, поскольку закон кармы всегда соединен с временем. Настоящее это следствие прошлого и причина будущего. Карма, слово карма переводится как действие, и действие движется во времени. Есть причина действия, и есть следствие действия. И поэтому называется причинно-следственная связь. Что же обуславливает живое существо? В изначальном положении живое существо имеет, в духовном мире имеет три желания. Желание все отдавать Кришне, желание наслаждать Кришну и желание быть слугой, всегда оставаться вечным слугой Кришны. В материальном мире описывается, как только живое существо попадает под влияние ложного эго. Кришна объясняет, попадав под влияние ложного эго, из-за ложного эго живое существо оскверняет эти три желания. И эти три желания превращаются в карму, все взять у Кришны, в йогу, наслаждаться и в гиану стать господином, стать богом. И так эти три желания являются материальными, поэтому называют кармаками, ситхаками и муктиками. То есть вожделения, исполненные мирских желаний, стремление господствовать над материальной природой, над прокрытией. И поэтому господь Шива всегда наказывает, он является повелителем ложного эго. И господь Шива всегда наказывает живое существо за это, а Майя должна разочаровать живое существо. Итак, природа материальной энергии в том, чтобы разочаровать живое существо. То есть вовлечь его в какую-то деятельность, мая так, вовлекает его в деятельность чувств, ради чувственных наслаждений. И в конце концов оно должно его разочаровать. Разочаровать, то есть изменить. И поэтому Капила Дева объясняет своей матери Дева Хути, что мужчина взирает с умилением на маю в форме женщины, а женщина с умилением взирает на маю в форме мужчины. И функция и того, и другого. Дать что-то, дать чувственное наслаждение и в конце разочаровать. В конце разочаровать, то есть в конце обмануть, в конце принести беспокойство. Такова цель материальной природы. И когда живые существа появляются на свет и начинают привлекаться друг к другу, то этот принцип привлечения друг к другу уже говорит о том, что живые существа хотят быть разочарованы. И поэтому Кришна говорит, что живое существо должно привлечься мной. И поэтому слово Кришна означает, как все привлекательны, что живое существо должно понять, кем надо привлечься и чем надо привлечься. Если живое существо не привлекается Кришной, не привлекается духовной жизнью, оно автоматически привлекается противоположным полом. Таким образом, сексуальные взаимоотношения являются кандалами или приковывают живое существо к круговороту рождения и смерти И каждый из нас испытывает сексуальное влечение, поскольку все мы, все до одного, мы прикованы, мы хотим наслаждаться материальной энергией И это изначальное желание все взять, выражается в карме, поэтому мы ритуальной деятельностью занимаемся Ритуалистически можем повторять круги, ритуалистически приходить в храм, вставать очень радо Эти ритуалы помогают нам очиститься, освободиться от страданий и улучшить нашу карму Пунья, мы занимаемся пуньей И как результат этой пуньи, человек, говорится, гордым становится Чем строже он следует разным ритуалам, тем он более становится гордым Он думает, я очень строго следую сатхане, я очень строго Но слово сатхана означает как повиновение духовному учителю Повиновение это значит, что я действую в сознании, в котором хочет духовный учитель Я не действую просто механически, как хочет духовный учитель Я действую в сознании, в котором хочет духовный учитель А духовный учитель, говорит это первое, одно из первых наставлений Ану кульяна Кришна, ану шиланам бхакти и рутамам. Предное служение должно совершаться только лишь для удовлетворения Кришны. И целью удовлетворения Кришны является развитие утама бхакти. То есть человек хочет полностью предаться. Атманы веданам. То есть человек полностью хочет проявить свои взаимоотношения с Кришной. Привлечь Кришну к себе. И привлечь он может только своей предностью. Поэтому он хочет утама бхакти. Развивать в себе, очищаться до такой степени, чтобы привлечь, чтобы отражать, отражать сияние Кришны. Отражать Кришну. Эти качества отражены в каждой душе. И так Вишнанатхача Кравартихтакур говорит о том, что Кришна очень великолепен. И когда бхакта достигает цели бхакти-йоги, то есть достигает премы, не бхавы, а премы, еще выше премы, выше бхавы поднимается, то он начинает видеть Кришну. Сначала он видит форму Кришны. Видит форму Кришны. И когда он видит форму Кришны, он начинает ее осознавать. И когда он осознает эту форму, он теряет сознание. Он теряет сознание и очень долго не может прийти в себя. Когда он приходит в себя, он начинает осознавать качество этой формы. То есть прикасаться к этой форме. Он осознает, как будто бы он касается этой формы, и тогда он опять теряет сознание. Когда он приходит в себя, он слышит имя Кришны, имя сразу ассоциируется у него с этой формой сознания, и он касание, и он слышит имя той формы и тех качеств, которыми наделена эта форма, и он опять теряет сознание. В следующий раз, когда он возвращается в сознание, Кришна проявляет свои деяния, и тогда предный опять теряет сознание. Он опять лишается чувств, всех материальных чувств лишается живое существо. И когда Кришна полностью завладевает чувствами предного, Кришна исчезает, и предный начинает сходить с ума. Все думают, что он сошел с ума, он не может уже больше жить по-иному. И говорится, все материальные желания полностью исчезают, 100%, абсолютно нету никаких желаний материальных, ни к чему человек не стремится, кроме как Кришни. Он хочет видеть еще раз Кришну, еще раз ощутить сладость Его имени, Его формы, Его качества, Его деяния. И так преданный начинает страдать. Он очень сильно страдает, и он начинает молить Кришну, когда же ты появишься передо мной, еще раз. Но Кришна не появляется. И тогда, говорится, предный падает на землю и бьется со всей силы головой об землю. И он не испытывает боли, он начинает кататься в пыли, и он начинает выть. Вредный начинает выть, пены начинает, так он страдает. Слезы катятся, и эти слезы не радости, эти слезы разлуки. Он очень сильно страдает, что не может увидеть Кришну. И Кришна не появляется. И тогда он начинает возносить молитвы. Он начинает думать, нет, я такой падший, наверное, это галлюцинации. Это были галлюцинации. Но потом он думает, нет, не похоже, что это были галлюцинации. Иначе как бы я мог впасть в такое состояние? Потом предные начинают думать, наверное, это была просто какая-то милость какого-то полубога. Он показал мне, как примерно Кришну. Потом он начинает цитировать Писание. Не может никто проявить такую милость. Потом он начинает общаться с каким-то продвинутым садхой. И садха ему говорит, нет, это милость Кришны. Правда, ты увидел Кришну, ты такой счастливый. И предный немножко успокаивается. Он думает, правда, что ли, я такой счастливый. Кришна пришел ко мне лично. Он меня трогал, касался. Я мог непосредственно общаться с Кришной. Что дальше? Он говорит, ну а дальше я не знаю, что Кришна никому не принадлежит, кроме Шримати Радхарани, кроме Гопи. Я не знаю, сможешь ли ты еще раз его увидеть. И тогда предный опять начинает страдать. И он хочет уединиться, поскольку все, что попадается ему на глаза, оно для него не имеет никакого смысла, никакого вкуса. И тогда предный уходит в уединенное место и поселяется в каком-то баджан-кутире. И он начинает страдать. Он начинает повторять святое имя и страдать. Он страдает от разлуки. И он хочет покинуть тело, потому что тело не выдерживает этой разлуки. Тело не выдерживает этих мук. Но эти муки, они, говорится, так радостны для души. Поэтому тело предного начинает трансформироваться в разные качества. Испарено, пот, кровь иногда течет из глаз. Из ушей кровь иногда течет. Давление, сердцебиение. Иногда дыхание спирает. Иногда он опять в обморок падает. Только от того, что он произносит святое имя. И это произнесение святого имени напоминает ему о его встрече. Он начинает вспоминать. И когда он вспоминает, волосы встают у него на теле дыбом. Как Санджая в Бхагавадгите говорит. Вспоминая беседу двух этих великих душ, волосы встают у меня на теле дыбом. И я хочу слышать об этом вновь и вновь. Вновь и вновь. Эту беседу. Эту беседу Бхагавадгиты. Как великие души Кришна и Арджуна беседуют между собой. Это называется према. Такова цель. Према-бхакти-джага-хойты. Говорится, что духовный учитель может дать нам прему. Но тогда, когда мы исполняем его указания. То есть действуем в его умонастроении. То есть он обучает нас определенному умонастроению. В каком сознании мы должны исполнять какую-то деятельность. Как мы должны повторять святое имя. Как мы должны вставать. Как мы должны петь арати. Как мы должны предлагать гирлянду. Как мы должны предлагать цветы. Как мы должны общаться с преданным. В каком настроении мы должны находиться. И поэтому говорится, когда мы принимаем настроение духовного учителя. Мы начинаем возвращать свое сознание к Кришне. Принимать настроение духовного учителя. Это означает смотреть глазами духовного учителя. И перечисляются стадии, на которых ученик может развивать свои отношения с гуру. Первый называется чувственный уровень. Акша-слово означает глаз, поэтому называется протякша посредством виденного. То есть мы видим что-то глазами чувств. Акша это значит око, акша. Посредством чувств. И так мы видим духовного учителя и нам кажется, что мы уже продвинулись. Мы видим как он поет, мы видим как он улыбается и мы такие счастливы. Он говорит мягким голосом нам. Уши наши очень довольны, что он говорит не так, как какой-то другой человек. Резкие слова. Он говорит так мягко, баритонно. Такой у него приятный голос. Это называется протякша с уровня чувств. Воспринимаем. Нам нравится его внешность, такой высокий, симпатичный. Грехасх любит. А другие гуру только брахмачариев любят. А он любит грехасх всех. Прямо такой, это называется протякша. Чувственный уровень. Нравится такой высокого роста. А поет как. А улыбнется такой все время строгий-строгий. Потом раз как улыбнется и как солнце прямо. Такой милый, ну просто гуручик. Протякша. И мы начинаем смотреть как он действует. Он носит большие канти-маллы круглые. Мы тоже надеваем большие крулые канти-маллы. Он носит почему-то все время маечку. Мы тоже маечку будем носить. Он все время в капюшон так делает. Мы тоже капюшон будем делать. Начинаем подражать. Он так говорит И мы так говорим Он вот это не любит И мы это уже не любим Может быть нам охота, но мы не любим Потому что гуру не любят Мы начинаем подражать Практикша Он проповедует решительно И мы решительно всех забодали Всех забодали Всех родных, близких, всех окружающих забодали Потому что мы думаем Это решительность нашего гуру И если гуру бодает всех То и мы всех забодаем Потому что мы посредством чувств воспринимаем Мы не видим, что на самом деле, как он действует Нам кажется, он выскочил на дискотеку И все запели Харе Кришна Мы выскочили на дискотеку И нам в морду дали Потому что они дураки Они не знают настроение нашего гуру У нас так Это Практикша Мы пытаемся подражать Но нам нравится, нас это привлекает Может быть мы неправильно воспринимаем Но нам очень нравится Потом наступает Парокша Это тогда, когда мы начинаем Воспринимать чувства гуру Мы начинаем Принимать его чувства Если гуру так чувствует То мы принимаем, что это так и есть Если гуру о ком-то говорит Это продвинутый, преданный Мы принимаем Мы говорим Да, он продвинутый Мы принимаем это на уровне разума Может быть мы не видим этой продвинутости Но поскольку привязанность к духовному учителю развилась И гуру говорит Этот преданный, продвинутый И мы думаем Да, он продвинутый Мы видим, как наш гуру относится к нему И мы также начинаем относиться к нему Хотя сами чувства отсутствуют, мы руководствуемся его чувствами, его чувства более совершенны, они более чисты, если он так действует, то значит это правильно, мы тоже можем даже со своими нечистыми чувствами так воспринимать какого-то человека. Или какую-то определенную деятельность, гуру говорит, надо распространять книги, а это экстаз, он говорит, ой какой экстаз, книги распространяйте, а в Сибири на морозе выходить, это вообще двойной экстаз, и мы думаем, ой какой экстаз двойной, в 30 градусов ходить по квартирам, в такой криминальной ситуации, когда все отправляют куда подальше. Но поскольку гуру говорит, что это экстаз, мы верим, вера, шрада, мы отдаем еще часть сердца, первое, мы поверхностно отдаем часть, протягшее, на уровне чувства отдаем сердце, чувства, на втором уровне мы еще больше сердца отдаем, потому что вера наша растет, шрадха, отдавание сердца, и мы думаем, раз гуру говорит, что это экстаз, пусть я-то вообще ничего не соображаю, но раз гуру сказал, что это экстаз, я в экстазе, я плачу от экстаза, я страдаю от экстаза, от которого гуру в восторге. Так появляется уровень порокша, мы начинаем его чувства принимать, потом появляется уровень опорокша, когда мы начинаем чувствовать это сами, мы начинаем чувствовать сами то, что чувствует духовный учитель. В какой-то степени сначала, в маленькой степени, мы начинаем сами быть в экстазе от проповеди, что новый человек какой-то повторяет святое имя, что какой-то человек взял книгу, это начинает нас радовать так же. И тогда наставление духовного учителя, его поведение начинает быть для нас доступным, мы начинаем понимать, что суть-то не в его внешности, а в его сознании, что сознание Кришны делает человека счастливым, и мы начинаем испытывать счастье от результатов предности, от результатов предного служения. Какие же результаты предного служения? Что другие люди принимают предное служение, принимают святое имя, принимают священное писание, следуют священным писаниям. И так мы начинаем понимать духовного учителя, как до какой-то степени, что на самом деле это великая радость, и она не сравнится с той радостью, Когда мы кормим детей, жене покупаем новые штаны, или там какие-то детям покупаем новую шоколадку, и дети в восторге, и жена в восторге, что мы ей подарили еще очередного ребенка. Это другое ощущение. Мы начинаем понимать гуру, что он радуется от чего-то более возвышенного, более чистого, нематериального. И так этот уровень называется апарокши, когда мы начинаем его чувствовать, мы начинаем чувствовать то, что чувствует духовный учитель. И постепенно это состояние переходит в адхокшаджа, когда сбрасывается пелена всех этих материальных сантиментов и уровень разума, когда мы заставляем себя так действовать. И тогда мы начинаем, это адхокшаджа, когда чувство становится чувствами духовного учителя. Мы начинаем чувствовать все то, что чувствует духовный учитель. И наше сердце отдается еще больше ему. И последний этап говорится апракрито, апракрито, духовный уровень. Тогда мы ощущаем великолепие. Великолепие абсолюта. Мы начинаем чувствовать абсолютное сознание Кришны. Мы начинаем чувствовать, что это абсолютно святое имя, абсолютно, что в нем присутствует Кришна. Мы начинаем это ощущать. Мы начинаем ощущать сладость имени. Форму, что великолепная форма. И между именем и формой нет разницы никакой. Мы начинаем видеть качества Кришны Начинаем чувствовать эти качества Внутри себя, как Праупада говорил Кришна любит Шримати Радхарани Кришна любит Гопи, поэтому мы тоже Любим какую-то женщину Любим других каких-то женщин Кришна обманывает, и мы обманываем Кришна ворует, и мы воруем Все, что есть у Кришны Есть в нас И какое бы качество мы ни нашли Это отражение Кришны Но мы здесь в материальном мире И эти качества извращены Если там эти качества приносят только одно благо То здесь эти все качества приносят одни страдания Если мы кого-то любим Одни страдания Если мы любим несколько человек В несколько раз сильнее страдания Если Кришна там ворует И все в экстазе, то если мы воруем Нас садят на кол И так далее Если Кришна там обманывает И все только еще больше любви испытывают То если здесь мы обманываем Все больше испытывают к нам ненависти И так далее Все те же качества мы проявляем Но поскольку эти качества материальные, эгоистичные Мы получаем за них только страдания Только страдания Мы получаем одни проблемы И так Кришна поясняет Арджуне Что суть того, что он объясняет В том, что Арджуна отбросил мирской взгляд Мирскую религиозность И поэтому в самом начале Бхагавадгиты Парупада описывает, что с позиции мирской религиозности Арджуна намеревался совершить великое злодеяние Великое злодеяние Но с позиции сознания Кришны Духовной деятельности Арджуна намеревался совершить великое жертвоприношение Поэтому с позиции мирских людей Мы совершаем какую-то глупость Мы сумасшедшие все Это чушь все Если вы слушаете мирского человека То даже если он какой-то поп Или какой-то там монах Но если он стоит на уровне кармы, йоги и гьяны То предное служение для него будет Тупой деятельностью Сумасшедшие Они чокнутые Если мы начнем слушать этих людей То наше предное служение сразу оскверняется Сразу оскверняется Почему? Потому что для них Непонятно, что такое предность Они не могут понять, что такое предность В чем суть преданности И поэтому Кришна объясняет Арджуне Что суть его песни Которую он пропел В том, чтобы забрать у Арджуны То есть избавить его от скорби И избавить его от страха Поэтому Кришна везде в этих стихах говорит Не страшись Не бойся, не страшись, не сомневайся Не бойся, не страшись, не сомневайся Не скорби Не печалься Две вещи постоянно Кришна говорит Он хочет развеять сомнение Скорбь, страх И все виды иллюзии Какие виды иллюзии? Какие виды иллюзии? Иллюзия в то, что духовная жизнь не принесет ему ничего хорошего Что духовная жизнь противоречит его представлениям И так мы можем видеть, что у нас также существуют такие же проблемы Что духовная жизнь противоречит нашим представлениям о жизни Мы думаем, как же так, если я буду это делать, какое же благо я получу Если я буду постоянно ходить в храм, как же мои дети Если я буду постоянно ездить проповедовать, как же мой отец с матерью Как же мои родные и близкие А если все они уйдут Или падут Что я тут тогда буду делать один в движении С кем тогда я буду общаться Практически те же самые мысли Которые у Арджуны Ой если этот человек падет Я уйду из движения Если мой гуру падет Все падают Они все падают как груши Что такое Уже вообще ни одного не осталось Один остался и тот за что держится непонятно За деньги наверное Эти сомнения Когда человек не может понять за что держится человек К чему он привязался Почему он совершает эту деятельность И поэтому Кришна объясняет Что демоны говорят Что нет иной причины деятельности Кроме вожделения Кришна сказал об этом Что демон всегда думает Что кто-то что-то делает Только из-за материальных благ Только из-за того чтобы наслаждать свои чувства Таково мышление демона Предный же думает Что этот человек хочет совершить Какой-то хороший поступок Он хочет каким-то образом Отдать свое сердце Он пожертвования совершает Он жертвует частью своего сердца Он жертвует своими чувствами Ради чего? Ради какого-то высшего блага И пропады описывают Высшее благо Это стараться для нации Сначала для семьи Для нации Для человечества И так далее И все эти стадии Говорят о том Что человек учится Ради чего-то более высокого Что значит выше? Выше чем он Выше чем он сам Более важно чем его собственная жизнь И он говорит Семья Сначала семья Ради семьи Забудь о себе Ради деревни Забудь о семье Ради города Забудь о деревне Ради страны Забудь о городе Ради человечеству Забудь о стране И ради Кришны Забудь о человечестве Забудь о человечестве Так этапы возвышения человека И когда человек не может Сразу отказаться от всего Он должен научиться Научиться жертвовать собой И поэтому Говорится что Человек переходит От брахмачаря Ашама Греха с Хашем Что означает? Он там обучается Как возвыситься И Кришна говорит о Джоне Надо найти такое место И возвыситься Надо найти место Где мы можем возвыситься И возвыситься там В этом месте И в Кали-югу Единственное место Говорится Место Где собираются предные И воспевают славу Имени Формы Качеств И деяний Господа И его окружения Это самое лучшее место Где можно возвыситься В век Кали Это находиться Среди предных Которые обсуждают Имя Нама Рупа Гуна Лила Нама Имя Рупа Форма Гуна Качество И лила Игры Кришны С его предным И говорится Когда человек достигает Возвышается Достигает этой премы То в момент того Когда он покидает тело Он испытывает сильную разлуку И он помещается В другую вселенную Он не уходит в духовный мир Он помещается В другую вселенную Где проходят игры Господа И становится участником Одной из лил Кришны Там он обучается Как правильно То есть он развивает свою расу Свою конкретную расу Раса Нила Расамри То синху Есть такое понятие Есть бакти Расамри То синху Есть нила Расамри То синху Сколько живых существ Столько и рас Но есть пять основных Но на самом деле Они как бы классифицированы Как основные Но внутри них Большое-большое разнообразие Родительские ощущения Есть не только мать-отец Есть дядя Есть тетя Есть Шурин Есть Там Там Деверь Там какой-то Там Кто там Свекр Свекр Мокр Там Старший брат Дядя По матери Младший Дядя По Младшему Брату Матери И этих родственников Куча И все это называется В отца Ли родственные отношения Но там Какие-то родственники Непонятно Вообще Там Седьмая Вода Накисели Там Надо целую Генеалогическое Древо Рисовать Кто Кому Кто И вот Акады Я родственник Я приехал Встретился С Кришной Потому что Я его Двоюродный Брат По его Дяде Который Для Шурином Его Матери Которая Вышла Замуж За кого-то Очень сложно Но я родственник И в ведической Культуре Очень хорошо Это знали Мы сейчас Вообще Не соображаем Кто нам Родственник Кто не родственник Они знали В каком колене Через кого И восходили Туда К великим Мудрецам На семь Этих планет На ковшик На этот Они знали Что с ковшика Там Женился На той Она Родила Того И в Багават Там Даже Писать Тот Замуж За того Родили Ему Это Этот Вообще Умер Этот Еще Остался Жив И все Таки Женился На той Она Ему родила Вот эту Дочь Эту дочь Отдали За того Тот Вообще Его Выгнал Она Пошла Пошла И с этим Соединилась От него Появилось Это И вот Я родился Я Значит Родственник Там И у меня Какие То Отношения Там Очень Так Все Заплетено Очень Удивительно Для чего Чтобы Оставалась Возможность Отражать Свет Кришны Для чего Эти родословные Существуют По этим Вамшам По этим Готрам По Парампоре Живое Что могло Отразить Качество Кришны Передавались Эти все Наставления Передавались В традиции Все Знания Что же Давали Знания Знания Сжигали Последствия Греховных Поступков Как Огонь Сжигает Кришна Говорит Дрова Так Это Знание Сжигает Последствия Греховных Поступков И Господь Читания Говорит Это Знание Знание Наших Взаимоотношений С Кришной То есть Отражение Что мы Можем Отражать Этот Свет Любви Кришне Оно Вложено В сердце Каждого Живого Существа Изначально И по Мере Очищения Оно Проявляется А чего Надо Очистить Надо Очистить Сердце От этих Материальных Примесей От Желания Хочу Понять Кришну Хочу Узнать Его То мне Не нужно Богатство Мне Не нужны Женщины Воспетые В мирской Поэзии Мне Не нужны Последователи Разве Могут Все наши Богатства Сыновья Молодость Родные Близкие Дать нам Истинное Счастье И так Он Четко Указывает На все Виды Привязанности Которые Должны Нас В итоге Разочаровать Нас Должно Разочаровать Богатство Я пожирающее Время Я все Пожирающее Время Что это Лишь Дело Времени Когда мы Разочаруемся В своих Сыновьях В этих Отношениях Это Лишь Дело Времени Когда Богатство Тоже Придет Конец Или Нам Придет Конец Из-за Богатства Не важно Как Там Произойдет И когда Все эти Родные Близкие Окажутся Беспомощными Помочь нам Помочь нам Момент Смерти Никто Не сможет Говорится Как помогают Родные Близкие Они Оплакивают Вас Они Плачут Все Вся Помощь Они Плачут И думают Ну когда же Что-то Мы плачем Уже Два Часа Он Все Не Помирает Сколько Можно Сидеть Я Два Дня Возле Нему Сижу Уже Не Ела Не Спала Не Мы Лась Что-то Не Умирает Но Я Живу Люблю Вроде Б Ну Что-то Он Такой Воняет Весь Какая Любовь Он Не Умирает Ну Я Должна Исполнить Свой Долг Остаться Возле Него Он Опять Под Себя Сходил Ну Боже Мой Сколько Он Вроде Ничего Не Ест И Все Откуда Берется Это Все И так Начинают Думать Даже Близкие Люди Так Начинают Думать Близкие Люди Так Начинают Так 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 Мысли Их Посещают Потому что Все Хотят Наслаждаться Никто Не Хочет Страдать Никто Не Хочет Видеть Страдания Других Это Все Ски Верняет Никто Не Хочет И Все Равно Исполняют Долг Почему Потому что В перспективе Я За тобой Ухаживаю Потому что Я стану В следующей Жизни Красивой Или Я За тобой Ухаживаю Потому что Получу Квартиру Твою Мы Заключили С тобой Договор Если Ты Сдохнешь На Моих Руках Квартира Мне Поэтому Ты Такой Несчастный Давай Скорей Ну Что Такое Как Можно Столько Жить Столько Не Живут Я Уже Устал И Люди По Разному Воспринимаются Но На Самом Деле Они Уже Не Испытывают Это Чувство Это Обременяет Потому что Они Хотят Наслаждаться Все Это Обременение Воспитание Детей Обременяет Страдают Они Хотят Чтобы Дети Вот Такие Стали Как Я Хочу Ты Почему На Гармошке Не Играешь Почему Все Играешь На Дудочке На Какой Ты Выбросить Дудочку Ты Почему Не Занимаешься Шахматами Все Боксуешься Дураки Только По Голове Бьют Ты Сумасшедшим Станешь И Мы Расстраиваемся Расстраиваемся Потому что Ты Почему Не Стала Балерина Такая Жирная Стала Я Думал Ты Будешь В Большом Театре Прыгать А Ты Смотри Какая Вся Ой Е Мое Что Такое Кем Ты Будешь Дояркой Что Ли Иди В Институт Учись Будешь Дурочка Улицу Подметать И Постоянно Страдание Постоянно Страдание Постоянно Потому что Ничего Не Происходит Как Мы Хотим Поэтому Кришна Говорит Арджуне Не Привязывайся К этому Ни К чему Не Стро Эти Планы Все Будет В Соответствии С Моим Контролем Человек Предполагает А кто Располагает Бог Располагает Я Устраиваю Кем Они Будут Кто Они Станут Я Это Делаю Ты Не Я Я Я Я Я Я Ты Должен Лишь Исполнять Свой Долг Как Не Думай Ни О Победе Ни О Поражении И Ты Не Навлечешь На Себя Благоприятных И Неблагоприятных Не Думай Ни О Победе Ни О Поражении Ни О Потерях И Приобретения Просто Исполняй Долг Исполнение Долга Возвышающее Говорится Исполнение Долга Тхарма Очищает Человека В системе Варнашля Ты Просто Исполняешь Долг Ты Не Думай Именно Так Будет Или Вот Так Ты Просто Исполняешь Свой Долг Долг Исполняешь Свой Долг Для Чего Для Того Чтобы Очиститься Это Гуна Благости Исполнение Долга Без Желания Вознаграждения Лишь Из-за Того Что Это Долг Перед Кришной И И Исполнение Долга Возвышает Человека До Чего До Чистоты И Когда Человек Очищается Это Знание Проявляться Начинает То Человек Может Понять Свои Отношения С Кришной Понять Свои Отношения С Духовным Учителем Не Хватает Чистоты Поэтому Говорится Это Осквернение Оно Приносит Очень Много Сомнений И Поэтому Арджуна Сказал Демон Демон Сомнений Ситуал Продолжение следует